Продолжение безумной рубрики. Играем на плейчессе. Что-то у меня произошло с интерфейсом. Почему-то теперь не видно часы. Вот, более-менее нормально. Дебют рэти. Да, слушай 4 по-моему не точность, тут как раз из захода кунь е5. А, ну правда соперник знает этот вариант. Обычно все играют на е5 и там у белых перевес. У белых тоже строго говоря перевес, но требует серьезного доказательства. Тем более, ну да. Е5 хороший ход. Ставим по поводу с рэд 2-0. Д3, если не ошибаюсь, основное продолжение, но видимо там соперник все хорошо знает. Попытаюсь вырубить славу на д5, подорвать центр и надеяться на силу двух слонов в этой позиции. Выглядит не очень убедительно. Есть ход d3, сразу есть. Обязательно на д5. Наверное, на д3 лучше. На етэ кунь d5. Де нет хода из-за того, что я пробиваю с шахом. Но здесь все-таки какой-никакой на изолятор. Может удастся извлечь выгоду. Слон е7, какой-то ход кунь f4. Д4 придется видимо черным играть, но это уже удлинит диагональ моему слону. Да, вот а6 тоже принципиальное решение. Похоже, я вынужден брать и забирать пешку, но он начнет быстро развиваться. А, нет, кунь е5. Но тогда это просто игра на отбой. Тоже, как ни странно, какой-то резон есть. Все-таки разноцвет не без причин славится нечаянными тенденциями. По-хорошему, стоило бы сохранить коней. Тогда у черных появится неприятная активность. Даже не знаю, что и сделать по этому. Взяли. Слон е5. Ферзь е5. Наверное, все-таки коня придется убрать. Мне не нравился ход кунь g4 в ответ на это. Кунь g6 все-таки довольно мягко. Теперь ферзь е5. Здесь есть ход слон b7. Наверное, не стоит, правда, но... Может быть, попробовать. Все-таки еще одна пешка. Потом ферзь d5 как-то. Хотя d8 с другой стороны. Ферзь f3. Попробую. Так, к сожалению, отскочить слоном с темпом не получается, поэтому буду его защищать. Да, но сейчас ходит d8. Пойдет слон g3. Придется убирать ферзя. Сейчас же белый ряд слон е4. Пойти и b3. Если удаться сохранить две лишние пешки, позиция будет очень хорош. Скорее всего, не дадут. Скорее всего, будет какой-то ход вводе слон е5. Тут, кстати, дают. Сейчас b3 в ответ пойдет. На ферзь е6 слон f5. Важно не зевнуть. Видимо, ферзь е5 единственный ход. Да, ферзь е5 сыграно. b3. b7. Поставлюсь по центру. Времени маловато, как обычно. Но жить можно. Поактивнее. А теперь все, видимо, отступать-то нормально и некуда. Если ферзь е6, то я с радостью поменяюсь. А, ну да, вот ладья е5, конечно, есть ход. Прошу прощения. Схазу не побеждаю. Значит, пойду ладья d1. Заберу. Ну, наверное, какой-то слон d5. Будет висеть на f7 и слон c4. Слон c4 расположен отлично. После этого после a4 белые будут защищены все пешки. Можно будет уже спокойно заводить ладью куда-нибудь. Сейчас подграживает для d8. Дам этот шаг. Времени уж совсем немного. Заберу. Теперь помимо личного материала у белых, наверное, еще и матовая атака. Ферзь е4, может быть. Тогда, наверное, поменяю ферзей. Верну слон c4, а на d3. Все-таки три лишние пешки должны пройти. 30 секунд это не так уж мало по меркам play chess. Да, так и сыграно. Ладья уйдет. Я сыграю слон d3. Так, шаг. Но если ладья е7, то просто в обычный разноцвет уйду. Да. Должно быть легко выиграть. Все-таки три пешки это даже не две. С двумя иногда бывают технические трудности, но здесь я в это не верю. Эти две связанные будут в центре, плюс еще одна возникнет. Хотя, на самом деле, даже две связанные должны здесь решать исход борьбы. Они слишком далеко надвинут. Черные не успеют ничего сделать. В принципе, принцип правила такое, что черные должны заводить слона... Ну, слабейшая сторона должна заводить слона в тыл, чтобы мешать на движению пешек. Но... тут это, наверное, не имеет никакого значения. В общем, всем спасибо за внимание. Надеюсь, партия вам понравилась. Субтитры сделал DimaTorzok